как усилить корпус king song 18l металлическими пластинами друзья на связи паша клымок это значит что мы сейчас снова с вами на канале где общаемся говорим рассуждаем делимся мнениями касательно моноколес и не только запись данного видеоролика меня подтолкнула во-первых проблема в принципе что в ютюбе на каналах ютюба на просторах ютюба я не нашел подобный формат видеоролики видеоролика мануала какого-то как присобачить пластину и усилить корпус также отмечу что в украине сейчас идет война и поэтому даже те сервисные центры в киеве которые находятся они не берутся за решение моей проблемы 2 2 сервис центра они отказались просто напрочь один сказал что можно попробовать но это будет там недели через две типа очередь как бы время есть можно сделать попробовать это самому отмечу следующий момент что данный способ поможет тем кто в перспективе планирует сидя ездить на колесе на моноколесе kingson 18l а также это доступно абсолютно каждому если у вас есть минимальный набор там я не знаю супер клей магазин строй какого-то стройматериала где купить пластины шуруповерт и сверло по металлу все есть пару моментов которых я расскажу далее также под видео я оставлю большой список большой перечень всей номенклатуры всех все все размеры винтов гаек все что используется в кинсонг 18l какие болты вкручиваются в стойке возможно кому-то это потребуется и будет необходимо ю зайти самый простой щадящий вариант это прибегнуть к проклеиванию стекла тканью просто поверх пластика более прокаченный вариант это буква п из металлических пластин которые тоже вы которыми вы усиливаете корпус разные пластины разные варианты разные подходы если у вас стакан уже по сути выломлен да то есть уже все там не к чему прикручиваться не к чему приклеивать и но тогда идет вход корпусу то есть за счет корпуса за счет внутренней стенки этого корпуса и за счет пластины которая прикручивается к стойкам ваше колесо живет почти вечно в плане корпуса что я первое сделал это выкрутил вот эти вот стойки раскрутил с помощью стошника один из болтов вообще ни в какую не хотел вращаться спасибо тому человеку который не знаю сервиса или не сервиса закручивал эти болты на красный фиксатор красный фиксатор как мы все с вами знаем это ну просто не разъемные синий фиксатор пользуйтесь синим фиксатором красный вообще он как бы не нужен даже если у вас что-то будет люфтить вы первые об этом узнаете после чего все это дело нужно почистить очистить от грязи чтобы потом это все можно было легко раскрутить раз я снял стойки уже то благ дела почему бы не заглянуть в батарею да вот так вот на king song 18 l выглядит внутренности нашего аккумулятора как видите да все чистенько все четко никаких проблем лично я не увидел ни на одной не на второй стороне нашего аккумулятора закрутил обратно заклеил и в конце поставил в принципе все это четко вот так вот выглядел этот болт несчастный болт с которыми сражались не знаю на протяжении там недели наверно пока я не доехал на и сто потому что думал все это на даче устроить сорвал резьбу там на и на ключе ну слава богу открутили значит пластина будет ставиться вот прям под аккумулятор вот вместо дав пространство под аккумулятор пластина вот такая да выглядит сурово в принципе поначалу был вопрос как ее лучше ставить кто у нас физик до физик теоретик скажите как какое как на напряжение будет на пластину больше когда она стоит вертикально или когда она стоит горизонтально пластину я брал 10 сантиметров на 24 толщина 2 миллиметра и две одинаковые в принципе при желании можно больше но чем больше пластина тем больше ее вес и тем больше вес вашего 20 килограммового колесика для рассверливания купил пару сверху очень удобная вот такая конусная байда которая очень мне понравилась одна из самых дешевых но два миллиметра она просверливает на ура единственное что вам нужно что-то помощнее чем шуруповерт шуруповерт давать мощности не хватает поэтому мы работали с папой перфоратором как видите все это четко дело делается дальше у нас пришло время шашлыков в качестве шампура для шашлыков был гвоздь в качестве мяса был пластик корпуса почему мы его протыкали изнутри для того чтобы снаружи имеет точное понимание где собственно у нас нужные отверстия в которые нужно в пластине вкручивать наши дальнейшие винты и болтики потому что по-другому как ну непонятно поэтому изнутри вот именно таким образом все это дело легко можно было подогнать проделали нужное отверстие 8 штук дальше нам нужно было отпилить от заготовок да от наших винтиков болтиков нужную длину и длина у нас необходимая чтобы не черкала мотор колесо 67 миллиметров то есть толщина корпуса 3 миллиметра толщина пластины 2 миллиметра это уже 5 и пару миллиметров чтобы зашло в гайку то есть суммарно 67 миллиметров это более чем с головой не нужно там сантиметрами мерить выглядит перед завершающим этапом это вот так вот да то есть пластина решил ставить вертикально изнутри промазаны все дополнительно герметиком чтобы грязь через какие-то там стыки гайки не просачивались не думаю что это произойдет но на всякий случай укрепить гайку дальше купил новые новые вот эти любимые болты закаленные стоят аж по 10 гривен одна штука шайбы гровера и как оказались новые болты хотя они по номенклатуре самого колеса соответствуют они оказались буквально пару миллиметров больше чем оригинальные проблему решил две контр две шайбы вот эти гровера на один болтик и на второй чтобы она просто чуть чуть выше находилась чем нужно ну по сути в принципе не думаю что это будет какой-то проблемой у вас дальше за герметизировал так сказать швы да чтобы опять же грязь вся эта на ось не попадала чтобы ось жила живи ось и вы сами стаканы тоже не попадала грязь чтобы потом на эти болты можно было все это дело очистить и выкрутить потому что как я выкручивал эти болты это это не пожелаю никому там и грязь и все красная это вся заливка расширяем отверстие которые мы изнутри закаленным нагретым винтом как это бывает часто где-то что-то сдвинулось на миллиметр конечно же и у нас отверстие с пластиком не совсем совпало ну пластик дело такое хрупкое поэтому можно все это дело чуть расширить обычной дрелью дальше о самом печальном значит если вы не привариваете гайки до к пластине изнутри если вы не не знаю там паяльником не паяете эти гайки к пластине изнутри то вы можете поступить как сделал я это просто посадить гайки к пластине изнутри на клей супер момент посыпать солью или содой как многие говорят и блогеры в ютюбе чтобы намертво схватилась я даже пробовал холодной сваркой просто да вот намазюкал даже герметиком провал но по факту когда вы вкручиваете снаружи но имеется ввиду имею ввиду со стороны аккумулятора ваш уже вид то эту шайбу нафиг срывает с вашего супер клея с пластины просто так на ура и когда ее даже одну гайку эту сорвала что делать дальше снимать опять всю пластину заново туда приклеивать ну как бы не сильно хотелось поэтому был изобретен супер инструмент на ножовку был приклеен вот такой вот гаечный ключ в гаечном ключе было приклеено двухсторонний скотч и в этот двухсторонний скотч уже положили гаечку эту маленькую и эту маленькую гаечку методом точной такой состыковки космической состыковки она подходила к вкручиваемому со стороны аккумулятора болтику и опять же не пожелаю никому такое удовольствие по вкручению гаек по вкручению винтиков но не без этого поэтому или уж наверняка приклеивайте на супер момент все это дело не знаю даже чем паяльником припаять знаете прогреть всю пластину тоже нужно может быть есть какие-то точечные паяльники а не знаю напишите в комментариях кто знает как можно металлическую пластину припаять к ней припаять гайку потому что без этого все это дело ну очень весело очень весело выглядит благодаря шляпкам которые я не утапливал в корпус хотя он три миллиметра приходится срезать срубить вот эти ребра ребра на самом аккумуляторе чтобы крышка более плотно прилегала не было зазоров ну и друзья будьте готовы к тому что в дальнейшем если у вас пробьет камеру и вам нужно будет ее заклеивать вам нужно будет разобрать снять аккумулятор открутить все винты и будьте готовы к тому что даже есть у вас один винтик от гайки не открутиться вам нужно будет его просто спиливать еще раз я за то чтобы приварить или припаять эти гайки почему в моем случае она не откручивалась видимо когда ее приклеивал суперклеем то на внутреннюю резьбу этой гайки попал попала буквально одна капля суперклея все потом вкрутил винтик и все это все дело намертво встала пришлось только ножовкой по металлу пилить дальше следующий нюанс которым тоже нужно знать это и длина вот этих винтиков чтобы она не доставала до мотор колеса потому что один из болтов один из винтиков этих у меня был наверное самый длинный а там же все измеряется в миллиметрах все винтики у меня были ну примерно где-то 0 9 миллиметра то есть до 1 сантиметра она в принципе не должно доставать но в дальнейшем для того чтобы все дело выглядело идеально я все винты уже после того как менял камеру повторно вытаскивал это спиливал я их подогнал к размеру 0607 как я уже сказал миллиметра сантиметра 67 миллиметра это более чем толщина которая как раз вам нужно все возвращаем все взад вот так вот это все выглядит раз два три 4 5 6 7 8 в принципе я думаю что даже и на 4 и на 5 и на 6 она бы держалась четко ну как бы 8 штук сделал две даже запасные дырки как вы видите пластина вот еле-еле выглядывает большего размера мне кажется необходимости нет это просто только увеличить вес самого колеса перед сборкой вот так вот оно все выглядит промазано сверху на вот эти черные болты которые в стойке вкручиваются которые соединяют стойку на оси я их промазал тоже герметиком чтобы туда не попадала грязь изнутри как видите все эти гаечки запас я не за пол сантиметра еще наверно дома только леса есть поэтому будьте уверены что ничего нигде черкать не должно если все подойти к вопросу с умом ну как с умом с расчетами вот видите запас есть друзья пару нюансов катту с которыми я столкнулся и который о которых вы должны знать значит в целом если у вас все пойдет по плану да если у вас все будет четко выкручиваться не так как у меня один винт со стойки не выкручивался то в целом всю эту затею можно сделать за один световой день легко то есть просверлили отверстия прикрутили выкрутили загерметили все все готово расширили в пластике если нужно дрелью отверстия пару нюансов нюанс первый после установки пластин можно абсолютно не бояться за стаканы вашего корпуса то есть даже если их напрочь просто сдует ветром просто раскрошится в ноль то пластины будут стоять просто четко на корпусе своей площадью следующий нюанс если вы опять же планируете езду сидя на колесе king song 18l то это спасение то есть после установки пластин ваш корпус будет держаться уже в большем количестве они только на пластинах которые дышат еле дышат в первой ревизии в черном корпусе king song 18l следующий нюанс это вес взвешиваем колесо уже в сборке мы она увеличилась примерно где-то ну на плюс там полтора килограмма это не существенно но знаете если таскать каждый день на четвертый этаж без лифта то каждый грамм я вам скажу имеет место быть чем больше пластина тем больше вес вашего колеса следующий нюанс это толщина винтиков точнее даже не толщина длина по толщине абсолютно разницы нету просто сверлите нужное вам отверстие длина винтиков в моем случае было 6 7 миллиметров оптимально то есть как я считал толщина корпуса пластика это 3 миллиметра толщина моей пластины в моем случае это 2 миллиметра и суммарно 3 плюс 2 5 ну и хотя бы да там два миллиметра чтобы можно больше можно 3 миллиметра чтобы она вкрутилась в гайку в целом если у вас длина винтиков до стягивающих будет до одного сантиметра то по идее никаких проблем не должно быть при условии если ваше колесо не имеет восьмерка если она крутится ровненько то нигде черкать не будет если у вас колесо установлено с перекосом да допустим да где-то как-то что-то если вы закручиваете лежа то где-то может конечно тереть поэтому рекомендую закручивать колесо стойки все остальное строго в вертикальном положении следующий момент следующий нюанс с этого момента после того как вы всю эту работу сделали проделали прикрутили пластины до колесо выглядит монолитно но перестает где-то что-то ходить люфтеть но с этого момента вы должны понимать что у вас малейшая замена камеры да вот вы прокололи камеру малейшая замена приводит в тому что вам нужно раскручивать полностью колесо вам нужно снимать аккумулятор под аккумулятором и снимать эти все раскручивать гайки и винты и только после этого вы сможете вытащить мотор колесо конечно можно попробовать залечить камеру не снимая не не разнимая как в первом видеоролике я это показывал до разбортировал даже не разбирая колесо следующий нюанс это факт того что не все лечит суперклей не все лечит скотч поэтому тут такая дилемма опять же повторюсь что я не знаю как приварить эти гайки припаять гайки посоветуйте может быть есть какие-то точечные дайте паяльники которые гайки могут припаять к пластина потому что прогреть то по сути нужно пластину всю и если вы гайку как я лепили приклеивали на суперклей то малейшая капля доли миллиметров этой капли если она попадает вовнутрь на резьбу вы когда прижимаете гайку она в любом случае но в 50 процентах может туда попасть то все хана потом вы винт это туда не вкрутить и там намертво нужно новую гайку или новый винт а если даже и вкрутите то потом вы не выкрутите а если вы не выкрутите то как вы видели уже с видеоролика придется вам его просто срезать ножовкой по металлу причем в очень удобном положении и завершающий нюанс это тот факт что если вы хотите чтобы аккумулятор максимально прилегала коробка аккумулятора максимально прилегала корпусу и соответственно крышки нигде ничего не выступали ребра не нужно было спиливать как у меня то вам нужны винтики без шляпки ну или хотя бы с потайными шляпками то есть толщина 3 миллиметра корпуса пластикового корпуса в принципе позволяет сделать фаску чтобы утопить туда сделать потайные такие винты у меня они не потайны у меня не в виде грибка как вы видели с видеоролика но в целом эти несколько миллиметров до они делают некий дискомфорт при закручивании крышки потому что она идет в натяг идет в натяг и как бы это но не совсем правильно друзья вот такой вот видос получился ставьте обязательно пальцы вверх если он вам зашел а если вы хотите поддержать мое вот такое вот стремление поделиться опытом мануалами видео мануалами с вами не забывайте подписываться на канал и не забывайте давать фидбэк в коментах потому что это важно с вами был паша комик до новых встреч